всем привет друзья сегодня хочу коротенько рассказать о своем новом приобретении которое меня даже немного удивило взяла себе наконец 91 миллиметр викторинокс многие знают что у меня был всегда геркулес 111 миллиметров такой я уже много лет им пользуюсь вхожу с ним в походы в разные то есть он меня вручает и стал как-то незаметно моим основным ножом вытеснил все там этим мораль время не есть мора конечно я тоже беру но на самом деле ты ей не пользуюсь практически вот потому что мультифункциональный инструмент он как-то с ним как-то спокойнее то есть он какие-то еще функции выполняют и всегда находится что им там делать и консервы и что случилось и говорил операцию делал я даже этим ножом к щенка хаски то есть застрял крючок из-под кожи его удалить и эти плоскогубчики меня прямо спасли тогда мы сейчас не об этом стал я присматривать себе на авито 91 миллиметр какой-нибудь вариант в первую очередь смотрел на explorer почему-то мне он казался таким наиболее интересным четырехрядник всего смотрел на explorer но конечно может смущал отсутствие плоскогубчиков которые прямо вот мне очень дороги сердцу и всегда нужны смотрел и случайно наткнулся на хороший вариант совсем недорогой даже дешевле чем explorer попался бы уж на и такой вот мне хэндиман шестирядный ну я думаю почему нет взял этот хэндиман пришел он ко мне и знаете ребята я в восторге я просто в восторге в неописуемом я понимаю что этот ножик скорее всего у меня сейчас вытеснит мой геркулес хотя геркулес такой более рациональный тут из крестовой отвертки которого здесь нету но чем же он прям мне так понравился во первых легче даже несмотря на то чтобы наряд больше он легче и его в общем-то на все хватает и и пользоваться им удобнее то есть то есть масса даже не столько переносить сколько просто в руке хорошо вы делаешь чуть более легким ножом вот прям чуть разница не такая большая но прям то что надо вот потом в отличие от свист чемпо у хэндимана 6 рядов и все-таки пользоваться этим клинком очень удобно ну вполне еще не скажем так не очень вполне себе удобно то есть резать можно и знаете он в отличие скажем от 111 серии эти ножи эти лезвия здесь очень острые очень резучие сами по себе то есть мне всегда казалось какая-то странная архаичная геометрия эти лепесточки вот эти вот на 91 я как-то к ним так немножечко пренебрежительно относился вот попользовался да очень удобно все правильно было рассчитано вот именно такой лепесток он здесь и нужен то есть нас парень не по фотографии просто не по попользоваться им то есть он именно хорошо прям сюда подходит на хорошо им удобно резать именно для такого размера именно для такого веса то есть мне прям очень понравилось наличие 2 лезвия лишним не будет что здесь есть напильник в наличии в необходимости которого я всегда сомневался поэтому я брал скажем геркулеса не ворк чем с напильником ну знаете я думаю что ему найдется применение иногда конечно ничего это перед металл не собираюсь там шлифовать ничего не собираюсь там напильником обрабатывать но где-то заусенцы снять подровнять это легко пилкой там где-то вот я знаю уже даже нужно было мне было приходилось им делать какие-то метки бывает нужно там на чем-то сделать пропил себе как как бы отметить отмерить что-то прямо прекрасно то есть небольшой пилой такой вот ну и работу с пластиком до по металлу то может и нет а вот пластик скажем сейчас все из пластика где-то что-то не закрывается где-то что-то плохо сломалась пластмассовая там нужно что-то работать переделать то прекрасно потом потом один из бывших владельцев здесь вот есть ряд с открывашками как всегда вот так вот доработал открывашку сделал здесь пропил и знаете я попользовался и я понял что это прям чертовски удобно очень удобно и то есть открывашка она и так у него прекрасная викторинокса но с пропилом она стала прямо очень четко фиксироваться на крышке то есть никогда она не срывается не проваливается поэтому если кто думает можно ли здесь удобно ли будет сделать пропил удобно хорошо люди делали и я даже сам задумался может что бы стоит сделать и здесь там скажем так пропил тоже над кавашки потому что здесь единственное немножечко урезается функционал этой отвертки этот кролик с какой в торце она становится более тонкая более там хрупкая скажем так тоненькая слабенькая отвертка но если она вам не нужна то такой вариант мне очень понравился нос произвел у меня такое впечатление хорошее сильное что я даже все заказал точно такой же новый и вот он ко мне пришел так что у меня теперь новый кандеме здесь конечно многими ругаемая пила с напильником нового образца то есть еще старого из углеродистой стали вот но я не вижу в этом проблем она просто чуть менее прочная из нержавейки сделана пила чуть менее прочная но она зато более агрессивная потому что углеродистая углеродистая напильника пила они покрыты хромированием нержавеет чтобы не ржавели и из-за этого вот этот напильник он скажем такой нож он да он долговечный но он абсолютно мелкий он скажем почти там не цепляет ничего не пила не напильник как люди пишут что это следствие покрытия его хромированием который с одной стороны прочнил но с другой стороны вот сделал вот таким мелким совсем не агрессивными зацеп вот ну тоже можно работать то есть может это что же не всегда нужно прямо так вот зато долговечность а здесь прямо чувствуется все прям цепляет да он более толстый ну и если прямо крепкий металл не пилить то я думаю что он тоже прослужит очень долго у меня как раз цель такая что я не собираюсь там гвозди перепиливать этим напильником или там тем более какие-то более крепкие там бесплава у меня все-таки напильник он такую второстепенную функцию имеет вот и скорее это будет работа по пластику чем по металлу вот но даже небольшой даже мягкий металл я думаю ничего страшного не будет он тоже специально обработан прошел тоже специально обработку чтобы нержавейка была более стойкая по прочности вот да отдельно хочу отметить что многие акцентируют внимание на отсутствие фиксации лезвия на девяносто первых ножах то есть вот например на геркулесе есть лайнер лог на вот эти открыл часы вот не сложишь лезвие пока нет а жмешь планку здесь фиксации нету но на самом-то деле для обычных условий вот так даже удобнее при обычном использовании когда вы там режете какие-то продукты небольшим коленочком пружинного поджимания вполне достаточно зато открывать как-то удобнее быстрее то есть нет лишних движений раз раз открыл закрыл вообще никаких вопросов у меня не возникает поэтому не знаю откуда все там прям так упираются в этот необходимость фиксации лезвия я считаю что она не нужна особенно что хочу сказать про крюк ведутся споры что вот крюк какой-то архаизм здесь в викториноксе непонятно зачем на самом деле если кто не знает то это один из самых современных инструментов викториноксе если вообще не последний который появился он появился в концу 90-х годов только в виксов вот во вторых ну лично у меня применение ему точно найдется я знаю как его использовать и крюк я это была одна из причин тоже посмотреть 91 нож например у меня есть постоянная проблема это вот выдергивание колышков когда долго стоишь они хорошо глубоко забиты удлиненные колышки вытаскивать их растяжки земли вот их там раскачиваешь там пытаешься вытянуть крюком это сделать гораздо удобнее вот но я думаю что каждый найдет еще что-то там бывает там что переставить даже горячее схватить тоже крюком вполне можно сделать почему есть не мешает наверняка многие найдут обременение еще открывашка обычно что еще хочу сказать отсутствие крестовых отверток отсутствие крестовых отверток единственное что может немного смущать по сравнению с геркулесом вот я подумал что у меня же все равно и зип в лодке где есть нормальная отверткой либо есть нормальный мультитул с инструментами то есть для технического ремонта ну в крайнем случае если что такое прям технически потребуется шурупы там откручивать но тогда будут тем инструментом от таких и для бытовых вещей ну все-таки я замечаю даже здесь на очень очень редко у меня отвертка востребована крестовая вот есть еще второй вариант о нем я подумал но отказался можно штопор заменить на крестовую отвертку отвертку philips которая бывает нет ножах викторинокс она будет также поднималась бы здесь вот тогда бы этот нож превратился в очень редкий крафтсман то есть у викторинокс был такой нож с отвертой места штопора точно точно такой же назывался крафтсман его сейчас не найти практически нигде очень сложно и он дорогой таким ножом комплектовались астронасты наса крафтсманом вот но я подумал и посмотрел на свой геркулес и вспомнил что я штопором пользуюсь ну примерно раз десять чаще чем отвертку крестовой поэтому нет смысла переставлять отвертку мне штопор нужнее и и все-таки штопор это такой инструмент который ну не далеко не везде встретишь тогда там скажем мультитул к везде отвертки есть а вот штопор мало где бывает поэтому я считаю что штопор викторинокс очень хорошие и нужны вот так что друзья советую советую рекомендую тоже очень острое лезвие люди ходят с такими ничего смотрю там тоже много туристов которые с девяносто первыми викториноксами черта сколько времени сколько километров прошли и не жаловались на недостаточность мне лично вот я попробовал попользовался его хватает в общем рассказал да в кармане уносить наверно неудобно наверное придется заказать чехол на подобие такого вот как у меня вот здесь 111 заказывал на авито кому нужно найдете люди делают вручную наверное я и сюда такой же чехольчик захожу на поясе носить тоже удобнее 91 чем 111 потому что ты выносишь с роман как-то немножко упирается чуть великовато если висит тоже думаю 91 будет так что наверное видимо наверное перейду сейчас на хэндиман как основной чего сам не ожидал посмотрим всем пока